Модели миллиардер познакомились в 2012 году на вечеринке шоу Victoria is Secret. Тогда Карли уже год сотрудничала с брендом, а с 2013 по 2015 была одним из его ангелов. У пары сразу начался Роман. Клосс вытянул и счастливый билет. Отец ее жениха Чарльз Кушнер, один из богатейших людей Америки, родной брат Джаред Кушнер, зять и советник президента Дональда Трампа. А сам Джошуа за свои 34 года уже успел основать несколько прибыльных компаний и стать одним из самых успешных молодых миллиардеров Америки. Он учился в Гарвардском университете, открыл венчурную компанию Thrive Capital и Oscar Health, а также одним из первых инвестировал в Instagram и Slack. Позже вместе со старшим братом Джаредом открыл фирму Карде, которая занималась инвестициями в недвижимость. Кстати, несмотря на родство с действующим президентом Америки, убежденный демократ Джошуа голосовал против Дональда Трампа. Кушнеры и сама Клосс активно поддерживали главную соперницу президента Хилари Клинтон, а после того, как Трамп выиграл выборы, Джошуа вместе с Карли вышел на женский марш в Вашингтоне. Ради брака Карли пришлось пойти на некоторые жертвы. Кушнеры крайне религиозные люди, поэтому перед помолвкой девушка приняла иудаизм, когда-то такой же обряд необходимо было пройти Иванке Трамп для обручения с Джаредом. Действующий президент Америки Дональд Трамп и сам большой любитель манекенщиц, из любви к прекрасному Трамп долгое время управлял конкурсом Мисс Вселенная. Его бывшими женами были чехословацкая модель Ивана Зельничкова и американская модель Марла Мэйплз. Последней супругой президента стала модель Мелания Кнаус из Словении, которая младше мужа на 24 года. Они познакомились на вечеринке в 1998 году, когда Мелании было 28 лет, а Дональду – 52 года. Трамп пришел на мероприятие со спутницей, но Мелания сразу привлекла его внимание, поэтому он отправил свою девушку в дамскую комнату, чтобы попросить номер Укнаус. Зная о сомнительной репутации Трампа, Мелания отказала и настояла, чтобы тот дал ей свой номер. Позже Мелания призналась, что это было проверкой, ведь по номеру, который оставляет мужчины, личный или рабочий, можно определить, насколько серьезное у него намерение. Трамп дал ей все свои номера. Через неделю Мелания перезвонила, и они проговорили весь вечер. На свадьбу в 2005 году были приглашены Арнольд Шварценеггер, Хайди Клум, Анна Вентур, а также нынешняя соперница Трампа Хилари Клинтон с мужем. Сейчас Трампа воспитывают совместного сына Бэрона Уильяма, который появился через год после свадьбы, для Дональда это уже пятый ребенок. В начале 2018 года стали известны подробности интрижки президента с порнозвездой Сторми Дэниэлс. Спустя месяц Нью-Йорка опубликовал подробности другого романа Трампа с моделью плейбой Карен МакДугал, в тот период, когда Мелания была беременна. После этого во время официального визита во Флориду Мелания отказалась от совместного фото, проигнорировав протокол, и с каменным лицом проследовала в машину. Жозе Эдуарду 38 лет занимал пост президента Анголы и трижды был женат. Нынешней супругой президента является бывшая манекенщица Анна Паула, которая младше своего избранника на 20 лет. Завершив карьеру в модельном бизнесе, будущая первая леди стала работать стюардессой первого класса и на борту познакомилась с будущим мужем. Жители Анголы не сразу приняли первую леди. Ее часто обвиняли в том, что она одевается словно для подиума, но не по статусу. Анна Паула действительно часто выходила в мехах и бриллиантах. А один иностранный дипломат как-то отметил, что президентская чета – красивая пара, которая выглядит так, будто живет в Калифорнии. Также Анне Пауле нередко припоминают ее неосторожные высказывания. Так, однажды она заявила, что образование в Анголе – крайне низкого уровня, по этой причине она бы не хотела обучать своих детей в родной стране. У Анны Паулы и Жозе Эдуарду, кстати, трое детей. У Жозе Эдуарду есть еще три ребенка – от предыдущих жен и один ребенок, рожденный вне брака. Действующий президент Бразилии познакомился с женой на вечеринке, организованной членами партии Демократического движения. Туда 19-летняя обладательница титула мисс Сан-Паулу пришла в сопровождение своего дяди, муниципального служащего. Тогда она попросила 62-летнего политика о фото, а он взамен – номер ее телефона. Спустя год Мишел Темир сделал предложение. Сама Марсела не раз оказывалась в центре скандалов из-за своей любви к роскошной жизни. Жители Бразилии часто обвиняли Темир в том, что он тратит большие суммы из госбюджета на подарки для жены, украшения, премиальные автомобили и виллы. Сама первая леди говорит, что полностью погружена в домашний быт и воспитание 8-летнего сына. Будущая первая леди Аргентины Эва Дуати переехала из провинции в столицу Буэнос-Айрес в надежде стать актрисой, но карьера не складывалась. Чтобы прокормить себя, Эвита подрабатывала моделью для мужских журналов и порнографических открыток, когда Дуати стала женой президента, почти все компрометирующие снимки были уничтожены. Позже Эвита попала на радио, где ей вела социальную передачу «5 минут для народа». Здесь Дуати познакомилась с полковником Хуаном Пераном, он часто приходил на выступать в эфирах. 25-летняя радиоведущая покорила будущего президента одной фразой «Спасибо вам, полковник, что вы существуете». С этого момента она стала главной спутницей Перона, лицом его авторитарного режима и кумиром аргентинцев. Однажды толпа противников режима Перона жестоко избила Эвиту, ее доставили в больницу с переломанными руками и ногами. Когда Дуати оправилась, Хуан Перон объявил аргентинцам о своей свадьбе, которая состоялась осенью 1945 года. Однако избиение не прошло для Эв бесследно, у нее начались сильные боли в нижней части живота, отеки, и она полностью утратила возможность иметь детей. Эва сопровождала мужа во время его предвыборного тура в середине 40-х годов, и присутствие супруги политика на встречах удивляло избирателей. Эвита общалась с трудящимися женщинами, остав первой леди, помогала беднякам и детям и влияла на политические назначения в правительстве. Пылкие речи и пропаганда среди народа вознесли ее личность до небес, Эвита была богиней рабочего класса. Для Перона брак с Эвой был вторым. После ее смерти от лейкемии в 1952 году Хуан женился в третий раз на Исабель Мартинес, которая была младше своего супруга на 35 лет, а после его смерти заняла его пост и стала первой в мире женщиной-президентом. О жизни Эвиты поставили мюзикл, по которому позже сняли фильм с Мадонной в главной роли. Текст Виктория Гринько.